МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вартовчанка Галина Вастрокнутова – социальный педагог. Считает, попала в эту профессию по призванию, потому что неравнодушный человек. Впрочем, говорит, таких, как она, не так уж и мало. Встреча с единомышленниками закончилась тем, что Галина на волонтерских началах стала частью благотворительного проекта помощи нуждающимся Добро без границ. Миссия фонда – забота о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья, помощь нуждающимся в социальной поддержке гражданам. Такие фонды необходимы, потому как не все люди могут попросить помощи даже у элементарных соседей, у родственников. Это человеку очень сложно самому себе признаться, что ему нужна помощь, а тем более попросить у кого-то. И фонд, предлагая адресную помощь, помогает таким людям хотя бы как-то решиться на такой шаг. Появление в 2018 году в Нижневартовске благотворительного фонда – результат работы инициативной группы людей, которые не могли оставаться равнодушными к трудностям маленьких и взрослых. Лидер коллектива Наталья Майбах – медицинский психолог высокого уровня, известный, пожалуй, наверное, уже всей Югре. Она консультирует родителей, занимается с детьми, корректирует развитие вот уже 20 лет. Недавно решилась на отважный шаг – открыть свой благотворительный фонд, причем на свои личные сбережения. О том, чего уже удалось достигнуть и что еще предстоит, мы поговорили с президентом молодого, но уже окрепшего фонда. Как возникла идея организации благотворительного фонда? Мы очень долго думали, как можно вообще комплексно придумать показания реабилитации, помощи детям и взрослым. И подбирали форму. В какой форме это можно сделать? В какой форме вы будете работать? Да. Максимально мы могли оказать эту помощь людям, причем бесплатно. Благотворительный фонд поможет максимально помочь нуждающимся категории населения нашего города. Но мы – это кто? Вы говорите во множественном числе. Мы – это я, как руководитель, и люди, которые пришли работать сюда вместе со мной. Да, и волонтеры наши, и администраторы наши, и весь наш коллектив. У нас порядка 12 человек здесь работают. Социальные педагоги, психологи, медицинские психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели, мастера декоративно-прикладного творчества, специалисты, работающие со взрослой категорией населения, с родителями, деток к нам, обращающимся за помощью. Откуда о вас могут узнать люди? У нас есть наш сайт, у нас есть группы в социальных сетях, мы так размещаем рекламу стенды, которые говорят о нас, о том, что мы существуем. Сколько человек вы можете принять в своем центре? До 30 человек. Деток мы можем принять. Они приходят по специалистам, и каждый специалист работает с ребенком в течение 30 минут. Затем ребенок переходит к другому специалисту, и таким вот образом происходит работа. Да, двигается по кругу. И в течение месяца, ну, около 30 детей, до 30 детей мы можем принять. Сколько ребенок находится здесь? В целом, вообще? Час, два, три? Ребенок находится в течение двух часов. Таким образом, он нас посещает в течение двух месяцев. Три раза в неделю. Мы приглашаем не каждый день. Практика показывает, что это очень эффективный метод работы, и динамика очень хорошая у деток идет. С какими диагнозами к вам обращаются ветки за помощью? Вы знаете, абсолютно с разными. Это и синдром двигательной активности, и гиперактивность, и СДВГ, и ДЦП есть. Детки у нас, приходят детки с синдромом Мамдауна, приходят детки с энцомоторной аллалией, приходят детки с нарушением аутистического спектра. А возрастная категория, со скольки лет можно вас посещать? С трех. Мы готовы принимать деток с трех лет, и старше, ну, вообще до 18. Если это касается детской категории населения, потому что мы еще работаем со взрослыми, с гражданами пожилого возраста, с гражданами перенешивания и сульт, но это уже другая программа у нас идет. Ну, там уже, наверное, до бесконечности, да? Ну, да. Так можно сказать. Так как мы еще совсем молодой МКО, и мы только открылись, мы развиваем, нам надо сейчас поработать именно над благотворительным направлением, так как мы называемся, чтобы не отходить. А уже в проекте, да, у нас есть программы, которые разрабатываются нами, направленные на развитие коммерческой действительности. Лучше, приоткройте секрет, что это будет? Как вы бы хотели? Я не могу сказать, как это будет, не могу сказать, как это будет, но хотелось бы, хотелось бы, чтобы увеличить, например, даже дети к нам приходят на какое-то время, и в дальнейшем мы могли предоставлять, то есть им также предоставить какой-то спектр платных услуг, если будет такая необходимость у родителей. Откуда вы добираете свой штат? По объявлению, по знакомству, или это те специалисты, которые с вами, в общем-то, работали в других центрах? Это те специалисты, с которыми я работала в других центрах, то есть коллеги, которых я знаю, которых я уверена как специалиста. Вы работаете не только с детками, но и со старшим поколением. Как строится работа? Можно я расскажу? У нас есть несколько программ. Вот программа социально-психологопедагогической реабилитации детей у нас называется «Мозаика особенного детства», где прописаны, в общем-то, все направления подробно, занятия. Потом вторая программа, по которой мы работаем, это «Добродарующие руки». Вот как раз эта программа у нас предназначена для работы с гражданами пожилого возраста, с людьми, перенесшими инсульт. Кто работает с этим, с этой категорией населения? Это социальные работники, это психологи, социальные педагоги. Какие формы у нас есть? То есть мы можем людей приглашать сюда на различные тренинговые мероприятия, на различные консультативные беседы. Мы можем их посещать на дому. То есть не только полустациональное обслуживание, но и обслуживание на дому. Сейчас в основном вы выезжаете на дом, насколько я знаю, да? Да, да, да. Люди звонят, кто нуждается, просят прийти, наши специалисты выезжают, знакомятся. И какая-то помощь, которая необходима, первая помощь, то есть это сходить в магазин, купить продукты, помочь брать людям, потому что есть, которые не видят или не ходят, или в силу каких-то своих заболеваний. Общение. Общение. Очень важно. Очень много, да, говорят про то, что именно вот общения не хватает. Ну вот, вот в этих направлениях, пока мы работаем с гражданами пожилого возраста. Следующая у нас программа «Добро с доставкой в сердце» это работа с волонтерами. То есть мы приглашаем молодых людей и немолодых людей. И у нас есть и серебряный волонтер, то есть люди в возрасте, которые приходят. И тут у них просто колоссальная возможность научиться общаться с детками. Потому что мы еще работаем над направлением, когда, ну, очень часто же детки с инвалидностью или с особенностями в развитии сталкиваются с тем, что общество, ну, трудно интеграция в общество. Да, и мы организуем такие мероприятия общие, когда приходят ребята со школы, взрослые, старшеклассники, они становятся детьми, которые имеют ограничения в здоровье и вместе осуществляют какую-то деятельность, помогают им, праздники устраивают, что очень важно. Когда их не заставляют, они принуждают, это когда они сами приходят, здоровые дети приходят к нам с желанием оказать помощь. Вернемся сейчас к материальной составляющей, финансовой. Откуда деньги взяли на открытие фонда? Воспережение. Когда мы открыли, первые три месяца мы все работали на волонтерских началах. То есть мы понимали, что денег брать некуда, ниоткуда платить, ниоткуда помещения, те средства, которые были накоплены, они ушли на аренду помещения. Ваши личные деньги? Ну да. И прям большую благодарность хочется тем людям, которые с самого начала, которые после работы шли сюда, вместе мы все это делали, вместе мы занимались с детьми, вместе мы все тут благоустраивали помещение, зная, что зарплаты не будет. И помощи? И помощи не будет. И вот и самоотверженно приходили. Эти люди до сих пор, хорошо, что с нами. Сейчас определенную компенсацию мы уже получаем, то есть оплатить хоть минимально труд людей, возможность есть у нас. Ну вот отсюда деньги. Ну, скажем прямо, зарплаты небольшие. Зарплаты очень маленькие. То есть, в общем-то, люди в основном делают это по велению своего сердца? В большинстве случаев, да. И те люди, которые пришли к нам как волонтеры, они действительно по велению сердца это делают. Есть такие вещи, которые кроме волонтера, добровольца не может сделать никто. Именно поэтому в этой деятельности заинтересовано государство и общество в целом. Если у вас есть свободное время и желание, если вы хотите что-то сделать, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Она называется так же, как и наша программа «Югражданин». Добавляйтесь, и мы найдем для вас дело по душе. Поможем вам стать волонтером, добровольцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова